Добрый день, дамы и господа! Сегодня самое главное произошедшее событие это Мюллер с его расследованием, его действия три человека обвинены в чем-то чуть ли не арестованы, посажены под домашний арест паспорта отобраны один признался, что он виноват такое ощущение, что просто армагеддон происходит давайте попробуем разберемся с этим у меня куча вырезок и всяких галей распечаток и тому подобное до того, как я начал по этому поводу говорить и надеюсь прояснять картину хочу, чтобы вы, господа и дамы по возможности как можно большему количеству своих друзей это переслали через e-mail, мы поставим это и на блог сайт с которого можно будет делать копи-линк потому что люди должны понимать, что происходит, потому что действительно такое ощущение что вообще последний день что называется Помпеи вот сразу хочу сказать не последний ну хорошо значит вот давайте поговорим по всем этим поводам как только образовался скандал значит с Хиллари насчет того, что она ее подельники платили за грязь на Трампа то есть создавали это досье и как только запахло жареным в лагере у демократов то стало ясно, что демократам надо срочно что-то делать чтобы отвлечь внимание от этой истории значит от них самих и значит вернуть тему Трамп и Россия как главную тему дня вот и грянул Мюллер Мюллер вот значит в Америке его производят как Мюэллер но как мне уже объяснили это немецкая фамилия надо читать Мюллер я не хочу сказать что значит Мюллер активный игрок в команде демократов но совпадение по времени ну несколько настораживает да итак что произошло значит Мюллер попал подал в пятницу а сегодня у нас значит понедельник то есть 3 дня тому назад он подал просьбу в гранд-жюри значит для тех людей которые не живут в Америке что такое гранд-жюри это вообще такое интересное образование юридическое которого по-моему нигде в мире нет может быть там какой-нибудь в одной стране имеется но я не слышал об этом значит джюри это вообще присяжные заседатели гранд-жюри это когда собирается от 16 до 24 человек если не ошибаюсь могу оживиться на пару человек туда-сюда то есть такое большое и они занимаются не обвинениями вот в суде что-то происходит они занимаются предварительными расследованиями обычно криминальных значит действий всяких то есть им приносят следователи бумаги какие-то доказательства и они рассматривают имеют ли право следователи делать какие-то вещи которые они делают и дают им разрешение на какие-то действия так вот Мюллер в пятницу принес гранд-жюри и они разрешили ему арестовать или пригласить но у нас не происходит в сфере с сиренами и прочее то есть может и происходит но не в таких случаях значит пригласить трех человек замешанных в каких-то делах связанных с темой его расследования а тема это Россия Америка как Россия вмешивалась в наши выборы и какие были взаимодействия Трампа и его команды с Путиным и людьми Путина значит как бы этим он занимается этим теоретически занимается это гранд-жюри Мюллер подал просьбу арестовать привести на расследование трех человек они дали такое разрешение и три человека в понедельник пришли пришли сами к десяти утра по-моему сказали прийти они пришли со своими юристами общаться их потом отпустили на определенных условиях но об этом я сейчас поговорю значит право на арест трех человек Пола Манфорда который довольно короткое время был председателем предвыборной кампании Трампа одного из его заместителей которого он привел с собой по фамилии Гейтс и некого молодого человека по имени Джордж Папандополос думаю что греческого ну да греческого конечно какого-то происхождения но американец который тоже какое-то отношение имел предвыборной кампании Трампа ну вот звучит так сказать кошмарно да так сказать после шести там или скольки месяцев расследования три человека так сказать практически арестованы и ну в общем кошмар давайте начнем с третьего неизвестного нам человека может на кому-то известно но мне совершенно никогда известен не был Джордж Папандополос он присоединился к избирательной кампании Трампа в марте 2016 как неоплаченный советник по так сказать ну международным делам скажем так тогда в марте значит компания Трампа решила разрастаться приобрести так сказать всех людей было похоже что он так сказать уже набирает ну как бы обороты и довольно много людей захотело что называется поставить на пока что в те времена еще темную ложанку но тем не менее поставить принять участие что-то поделать с тем что если у него что-то получится выиграет то их возьмут на какие-то там серьезные должности в Белый дом или в какие-то там министерства вот значит почти замедлительно после того как он пришел в команду Трампа еще раз хочу сказать он был волонтер то есть он был совершенно неоплаченный человек которого был так сказать титул в числе так сказать двух десятков других так сказать советник по иностранным по различным так сказать иностранным международным делам начало начало действовать с того что он связался с неким профессором директор лондонской школы дипломатии неким Джозеф Мифсут ничего мне не говорящие имя ну вполне возможно что известный уважаемый человек и попросил его не может ли он вывести Джорджа на русских значит как он определил в одном из своих эмейлов на верхние эшелоны значит Мифсут говорит что никаких связей с русскими особенно с такими высокими он не имел что ничего для этого самого Папандополиса не сделал вот так сказать здесь заметка об этом да ничего для него не сделал может пытался я не знаю но не сделал значит вскоре после этого Папандополис связался с женщиной некой из России у которой он считал есть связи с Министерством иностранных дел России вот затем он встретился с ней то есть очевидно она была здесь в США потому что никакой так сказать вот следующая заметка никакого рассказа о том что он куда-то летал от компании Трампа нет и значит вот газеты почему-то считают что следствие считает что эта женщина является родственницей чуть ли не племянницей Путина немножко странно тогда почему значит связи с Министерством иностранных дел тогда она может просто сказать родственница близкая может просто на самого Путина выйти ну неважно так сказать это на самом деле журналисты чего слышали то пишут а потом начинают раздувать немножко всю историю вот и что он якобы предлагал ей организовать встречу с Трампа с русскими представителями встречу Трампа ну человек который является волонтером неоплаченным и только что начинает работать на компанию ему еще ничего не пообещали и прочее то вряд ли он мог организовать встречу Трампа значит может представить ли Трампа мы не знаем но по крайней мере вот так сказать по тому что значит этот самый Мюллер подал значит в гранд-жюри значит сказано вот таким образом значит а потом а потом когда значит FBI на него вышла и начала так сказать выяснять как началась вся эта история значит соврал что он эту женщину знал якобы давно но потом признался что никогда ее до работы в компании Трампа не видел связался с ней только вот с целью значит организовать как бы какие-то связи связи Трампа с Путиным или с людьми Путина значит Папандопол встречался с еще какими-то русскими с кем пока неизвестно но похоже что с какими-то так сказать тоже не имеющими никаких связей с людьми потому что иначе вы обязательно так сказать вот это уже из отчетов значит Папа Мюллера несколько раз он посылал отчеты о своей деятельности типа там недельный отчет там пошел туда встретился с этим так сказать потратил столько-то денег своим супервайзерам тоже пока непонятно кто это такие в избирательной компании супервайзеры это руководство то есть кто-то кто руководил волонтерами тоже не очень высоко в компании избирательной компании вот и получал поощрительные одобрительные ответы типа там молодец так держать там и тому подобное совершенно неизвестно что далее происходило с информацией и предложениями Джорджа вполне возможно что это были его личные инициатива личные предложения а может ему кто-то попросил это сделать вот я думаю что этим сейчас и занимается Мюллер значит конечно все избиратели и компании ищут грязь на противников Хиллари проплатила досье как мы знаем значит Дональд Трамп Джуниор пошел на встречу с Весельницкой с Натальей она его правда обманывала не было у нее никакой информации просто пришла начала рассказывать там по по поводу дела Магнитского о чем он вообще не имел ни малейшего понятия что это такое дело закона Магнитского то есть так сказать компании всегда и везде пытаются найти какую-то информацию по возможности плохую чтобы очернить оппонента и сказать смотри я в белом фраке а он весь в дерьме соответственно делают это они с помощью профессионалов сами что-то пытаются нанимают какие-то фирмы нанимают сыщиков а иногда напоминают консультантов на самом деле делают это и за границей тоже но как бы это не очень афишируется потому что ну тогда как бы заграничные люди помогали вам вмешивались в наши американские дела вот вопрос заказывал ли Трамп у русских сливать информацию ну если да то у Путина на него есть та самая грязь которую так ищут оппоненты и которая может дать Путину возможность шантажа Трампа но у следствия значит есть теперь доказательства того что ну хотя бы волонтер значит в избирательной кампании Трампа пытался выйти на русских и получить от них сведения о Хиллари Клинтон опять никакого ничего предосудительного на самом деле нету ничего криминального нету нет никакого запрета делать это просто после того как раздули такую жуткую историю значит Россия там вмешивалась и тому подобное то сейчас все что связано с Россией оно такое накаленное так сказать поэтому все боятся что это произойдет поэтому очевидно этот парень не соврал когда у него первый раз спрашивали а у тебя были какие-то связи с русскими ничего не было ничего не было потом так сказать быстро докопались потому что на самом деле им избирательная кампания Трампа передала там 20 лишних 23 тысячи имейлов имейлов а вот оно значит дурак бы по Пандополус подумал две минуты или две секунды то понял бы что ну глупость говорить нет когда так легко найти там вообще врать ФБР не рекомендуется вот вот значит еще раз значит эта переписка попала к Мюллеру потому что Белый дом у которого все так сказать оставались все имейлы предвыборные кампании он передал 23 тысячи имейлов работников избирательного штаба ну естественно значит Трамп в отличие от Хиллари приказал все передать кооперироваться как вы помните я не просто так говорю в отличие от Хиллари может вы помните что люди Хиллари уничтожили значит где-то там 30 с лишним тысяч имейлов из того что мы знаем разбивали молотками телефоны компьютеры там травили в кислоте сим-карты но им все это сошло с рук а скажете что не честно а где именно вы видели честность вот или равноправие значит мне мама когда-то в детстве говорила чтобы выйти на один уровень с ними ей даже не нужно было объяснять мне семилетним с кем с ними ты должен быть на пять голов их выше поэтому должен в три раза в четыре в пять раз лучше учиться вот так же и Трамп значит чтобы не быть осужденным за то что не осуждают демократов он должен быть в пять раз чище и честнее я очень надеюсь что он в пять раз чище и честнее вот но если нет тогда значит мы все это выясним значит ну вот чтобы подвести черту с этим с Джорджем Папандополозом да там есть одна странность вот ему очень много вменяется а он потому что нам сообщили значит подписал что он признает что он соврал ФБР а ни в чем другом он не признался то есть не в связях с Россией не в попытке связать значит Трампа ну попытка попытка он не должен признаваться опять же нет никаких в общем что я пытаюсь сказать что может быть за этим что-то есть но пока что вот из того что мы читали за этим ничего кроме того что ах я дурак соврал извините пожалуйста значит Папандополос и его юрист говорят что мы полностью коопируемся с ФБР все что мы знаем мы расскажем и Трамп говорит своим сотрудникам платным неплатным и прочее пожалуйста господа не врите все рассказывайте потому что именно из-за того что вы врете возникают потом всякие проблемы а соврал значит что-то там такое есть ну хорошо значит это третья как бы тема давайте перейдем значит ко второй и к первой то есть Манфорд и Гейтс которые Манфорд был председателем а Гейтс одним из так сказать его там помощники зампредседателей там не знаю депутатом называйте как угодно в избирательной кампании Трампа значит Пол Манфорд пришел к Трампу когда Трамп уволил своего первого руководителя такого Кори Левандовского значит Манфорд привел своего сотрудника Гейтса с которым его связывали годы совместной бизнес деятельности значит в том числе и на Украине вернее по Украине дело в том что Манфорд это была компания которая занималась ну скажем так посредничеством в крупном бизнесе и лоббизмом между бизнесменами и политиками ну я так понимаю прибыльное дело и вот значит и он и Гейтс разъезжали на автомобилях там так сказать за 300 тысяч 400 тысяч долларов так сказать жили в шикарных квартирах летали там на самолетах и т.д. и т.п. то есть как бы жили такой вольготной жизни у людей которые хорошо очень хорошо зарабатывают и немножко отложили уже теперь на черный день значит информацию по которой их обвинял обвинил Мюллер значит для того чтобы вот их призвали и что называется арестовали хотя они сидят дома уже находятся значит его распоряжение было довольно давно я так предполагаю месяца 4 уже он сидел на этой информации и ждал какого-то нужного момента с ней вот момент наступил что же на момент за момент наступил значит на Мюллера стали наезжать из-за его связи с урановой сделкой расскажу чуть позже и он значит вытащил Манфорда и Гейтса из рукава республиканцы в конгрессе каждые 3 месяца ну вообще конгресс но сейчас руководят республиканцы поэтому я говорю республиканцы в конгрессе должны каждые 3 месяца проверять его траты значит он же федеральный как бы так сказать вот он федеральный консул то есть организация это федеральная и кроме того значит утверждать бюджет на следующие 3 месяца значит начали слышаться требования ограничить срок расследования потому что ему вообще ничего такого даже не написали в задании сколько нужно будет мол сколько не нужно будет и ограничить темы которые он может расследовать иначе он всю жизнь может сидеть получать миллионы там десятки миллионов долларов от конгресса и расследовать все время что-нибудь что ему понравится вот жизнь даже духа вот мюллер значит сейчас пытается доказать что он нужен и значит очень долго будет нужен ему нужно много денег значит вся история с Монфордом и Гейтсом пока никакого отношения к Трампу не имеет то есть чего как бы он начал этим заниматься если он вышел на эту информацию на эти материалы он должен был перекинуть эти материалы там типа прокурору окружному что-нибудь такого вот Монфорд и Гейт соответственно с ним были советниками президента Украины у которого были связи и симпатии к Москве но разговор идет об обмане налоговой сокрытии доходов незаконном отмывании денег и обманы во время допросов какое все это отношение имеет к Трампу вот я так сказать просто читаю так сказать о чем его спрашивали что он говорил вот никакого отношения вроде к Трампу это не имеет и почему Мюллер продолжает этим заниматься тоже непонятно потому что еще раз он должен заниматься была ли какая-то связь между Трампом и Россией и какая Россия оказала влияние на наши выборы а если ему подается что-то по дороге то он должен это передавать окружным прокурорам и идти дальше вместо этого он почему-то выкидывает там есть какие-то причины первая причина это то что вы на меня наезжаете а смотрите как много важных дел я делаю конечно такие вещи делаются в основном для того чтобы надавить на людей на Монфорда и Гейтса но так как это не сталинская СССР и даже если Монфорт что-то там придумает чтобы доставить удовольствие Мюллера и удовлетворить следователей это следователям и обведителям будет недостаточно то есть они даже не начнут этим заниматься если сговора между Путином и Трампом не было то его не было и фальсифицировать его не удастся вот хотя могут начать делать вид что вот он есть вот он есть вот он есть чтобы газеты кричали туда-сюда поддерживаются агонки сказать упс есть но не совсем есть это у нас могут делать а вот так нагло а потом расстрелять все-таки нет значит Монфорду конечно похоже сидеть но за дела к Трампу не имеющие никакого отношения а имеющие отношения приготовьтесь к Хиллари Клинтон сегодня уволился из собственной фирмы Тони Подеста фамилию Подеста вы может помнить это брат руководителей избирателей компании Хиллари которого звали зовут Джон Подеста значит Монфорд и оба Подесты значит организовали лоббирование той самой украинской группы которая продвигала интересы прорусских украинских политиков как все странно завязано значит это от них Пол Монфорд получил от украинцев то ли 10 то ли 12 миллионов долларов значит наличкой похоже и забыл сообщить об этом американским властям то есть он ну как бы укрывает доходы да вот не как бы а укрывает доходы вот что и как получали братья Подеста я думаю скоро очень выяснится значит братья Подеста значит перерегистрирует сейчас свою фирму которая так и называется Подеста Консалтинг и дадут ей другое название значит надеюсь что каким-то образом это прикроет их задницу я не думаю вот фирма мощно развивалась значит под крылом Джона Подеста председателя значит избиркома Клинтонжи но значит так же как и фонд Билла и Хиллари Клинтон потеряла множество клиентов из-за того что Хиллари более не могла оказывать услуги то есть что она делала она раздавала куски значит принадлежащие нам всем Америке в обмен на получаемую ею лично доходы вот вы не видите иронии происходящего председатель избирательной компании Клинтонов и председатель избирательной компании Трампа вместе до того обманывали налоговую налоговую США лоббировали в Сенате и Конгрессе интересы врагов США и изговаривались как укрыть все это от публики вот не кажется ли вам что самое время вычищать эту скверну из нашей жизни сажать их и если можно то надолго вот Трамп нанял Манфорда как человека знающего выборную систему но сразу после первых разоблачений о сокрытии денег от налоговой и обмана правовых органов уволил его из своей избирательной компании Гейтс продержался несколько дольше но тем не менее тоже был потом уволен а вы говорите что жить скучно и монотонно и это только начало наших американских горок это только начало чистки Вашингтонского болота еще один важный момент фирма Подеста была стражем ворот фонда Клинтонов значит они либо допускали к ней людей а потом объясняли чего от них ждут чтобы Хилари помогла получить что они хотели либо не допускали ну и конечно за это надо было платить чтобы допустить вот я хорошо помню как мне что-то нужно было от московской мэрии там уже много лет тому назад и известный художник Илья Глазунов предложил встретить меня с зам мэра Москвы Рейсиным и сказал это тебе будет стоить 300 тысяч долларов и это сумма мне за свод а уж там вы договариваетесь с Рейсиным сами я не отвечаю за результат участвовать в этой абсурдной идеи конечно не стал но цифру запомнил так вот я думаю что подесты брали намного намного больше чем чтобы организовать встречу с Хиллари ну и за результат конечно не отвечали но сами подумайте насколько Хиллари может больше сделать для так сказать человека для просителя чем скажем Рейсин да и умножьте эти 300 тысяч долларов на это число в 10 раз может больше сделать в 100 раз а может быть в 1000 а цифр голова начинает кружиться то что умножаешь на 300 тысяч получается очень много вот значит еще один момент все что предъявлено Мэнфорду и его заму не имеет ни малейшего отношения к Трампу как я уже сказал все происходило с 2006 года по 2016 то есть почти все происходило до Трампа только очень маленькая часть продолжалась то время он продолжал работать у Трампа и чуть-чуть после того как Трамп его выгнал часть из предъявленных обвинений уже перешла срок когда за это можно судить у нас я не знаю как в других странах думаю все то же самое но есть определенный срок вот там так сказать за воровство может там 5 лет может быть а через 100 лет ну что же судить уже или там человек что-то сделал через 20 лет он уже совершенно другой человек его не судят только есть какие-то там убийства изнасилования там что-то еще за что нету срока вот стачу от лимитейшн это у нас называется так вот за то за что что предъявляют Манфорд это частично money laundering то есть отбеливание отстирывание денег наверное какое-то слово есть другое и второе это сокрытие дохода значит часть из этого за часть уже судить нельзя но если значит все это докажут и действительно еще можно судить и значит эта стача еще не прошла то значит он может получить там до 80 лет естественно которое не приживет в тюрьме а его значит заместитель может получить до 60 если не ошибаюсь лет это где-то было в одной из статей которую я уже отбросил вот значит последние 30 лет никого не судили за то что на счетах за границей лежат деньги значит с которых не платят налоги иначе бы засудили все экспортные фирмы Соединенных Штатов Америки а то что Мюнер назвал отмыванием денег пока никто не доказал что действительно было отмывание денег просто красивые и пугающие слова для криков в прессе и для того чтобы демократы обрадовались и снова стали размахивать кулаками Белый дом прокомментировал следующим образом если они виноваты пусть их судят и осудят но делать надо было по правилам передать районному прокурору а не тратящие десятки миллионов долларов специальной комиссии Мюллера но спрашивает Белый дом как это все касается Трампа в общем господа пока что это все конвульсии конвульсии демократов и Мюллера который в быт на свою директором ФВР с 2000 по 2013 по-моему должен был заниматься Мэнфордом и его делами так как имел информаторов в этой среде но почему-то не занимался может ли такое быть что его непосредственный шеф Эрик Холдер значит друг Обамы генеральный прокурор значит друг Хиллари запретил а он Мюллер молчал и не кричал пожар как был бы должен потому что ФВР для этого и выделено в такую организацию на которую как бы влиять нельзя а вот оказывается похоже что может вот может быть все это дело окажется обвинительным актом Обаме Хиллари Холдеру Флоретти Линча заодно и Мюллеру и Коми мы не знаем и вот так это по крайней мере сегодня честно говоря выглядит пока не выглядит что там есть обвинения а Трамп выглядит что есть могут быть серьезные обвинения вот этой группе людей поживем увидим вполне возможно что я значит на сто процентов неправ вот возможно что я прав и как-то у меня есть ощущение что рыло у демократов настолько в пушку что им необходим был сегодняшний выброс вброс опять как я уже сказал поживем посмотрим на сегодня все до свидания